Река Стоход Мост в селе Гулевка Вода в реке чистая Практически без примесей, чуть-чуть коричневатая Можно готовить на воде из реки Здесь Сегодня отгоним машины в Маневичи отсюда И стартуем на трех байдарках Нерис тройка Игла двойка и двойка ладья Я не прячу от тебя конфеты Какие конфеты? Как в детском саду Сначала кашу поешь, а потом конфеты Оно тут река узкая Как вот на Ворскле в плавнях Даже тут начинается Очень узенькая Мост в Заячевке этого Что мы быстро приплыли Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надо запечатлеть Это же победа интеллекта над вождями Не-не-не-не-не-не-не Давай, кидай А вот А как это? Котелок Биола называется? Или Биолка? А сейчас посчитай, подвижи Тут на дне написано А вообще, смотри По моему, гораздо интереснее крышка Я вообще, я вообще в восторге Будем завтра Это ж ты набросал туда Дрюблиштерна Доброе утро Подожди, не мучай палочку Ага, смотри Бревно, будет большое бревно? Да, большое бревно Так что ты ее пугаешь? Может, я тебе не пойму, ходит она или не ходит? Это не на гречку он спал Смотрите, кто? Что-то жук Жук Жизнь, это жизнь С волосом одним, правда Так что, достанем из верховой палочки этого монстра Нет, ну здесь-то, слава богу, сомиков нет Это она, смотри, слепила из того, что было Домик себе А кто там внутри вообще? Там есть что-то? Да кто-то есть, да Мы натуралисты не будем доставать А вон вторая еще, смотри, она тоже шеволится А вон пиявка, смотри Где? Вот Это пиявка На одном куле 1 сантиметр А вот тут зубы чистят Хотя вы как дети, знаете, в аквариум пришли И червяков рассматривают А вон там мальчик-живодер сидит Вот там вот справа спрятался Не вижу Дедима ловит трупы Это тру, тру-выживальщик ловит трупы Тру от слова труп Рыбу распугаешь Столько внимания, одну рыбу поймали Столько внимания Первая Ну снимаю еще А что это, это пыльца? Да А ну вдохни, мы посмотрим, что будет Что-то пахнет такой елкой Ух ты, прикол А может ее нельзя так? А уже поздно об этом разговаривать Все Какие-то мосты Похоже, что вот эти краснянские Это видишь, а все, что почему Это лень наша, лень Не дала нам Я тоже Таня, а можешь толфетки доставить? Что-то не может быть, даже если Компинет�� Компинет 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Методы такие архаические рыбалки Это плавающая ванная какая-то Видно? Видно? Интересно, они вообще раньше типа на ту сторону были эти все мостки? Что я там видел и посередине где-то На старой карте нарисовано аж до следующего берега И обозначены написано мостки Я такой первый раз видел Чтобы именно было написано мостки А ты куда это попер? У меня сапог нет резиновых Я говорю вот это вот черная смородина Это папоротник? Да Я вообще не видел никогда вообще такого большого Иннозавров пережил и нас переживет Может рыбы нет? А рыба есть А это вариант руки из жопы Не проходит Не проходит Удочка плохая Удочка хорошая И руки правильные Дима, ты обещал, что в каше не будет комочков Предъяви Вон Это бульба Да вот смотри Вот комочек Он выпадает, видишь? Почему? А вот хотя бы нет Почему? Короче это не мастер ты Нет, это карма Вадим Моя? Такую у Димы тоже есть У нас по теории вероятности все комочки к нам Комочки в манной каше есть? Нет Нет Один свидетель отпал Таня, есть комочки в манной каше? Да елки-палки Серега, а есть комочки? Нет Это завар Это завар Почему мы вас забыли? Я вам даже неваженным глазом Спасибо Сверху вот я не вижу Димаш, перед тем как готовить, полчаса рассказывал как он кашу без комочков варит Ну проплывайте в кадре красиво Красивый наплыв На фоне красивой стоянки, до которой мы вчера могли, но не доплыли Остановка у села Стобыхва Пошли смотреть А это что, дом собаки? Да, такая деревянненькая Или это колодец? А так смотрится как будка А, колодец А вот и соломенный каше Слышишь, Серега, а вот это был журавель Глянь Он был тут на фотках, в отчетах был А здесь колодец сделали обычный колодец А, раньше, наверное, у всех были журавли, поэтому они низкие такие Серега, а ты что, не хочешь родник посмотреть? А электричество есть? Ну, антенны есть, наверное, есть электричество А, и вон, о, вот же, электричество Это жопа переместилась по маршруту вперед Там жопу смыло просто в этом году и перемылось сюда Сытые, довольные Судьбой Опечаленные И какие? Скорбящие Скорбящие О чем? О том, что их пучит У тебя пучит? Нет, это я так Что-то язык пучит Прочитаю, оговорка выходит Скорбей Ну здесь тут будет нормально Фотографируйте Серега, а ты пободрее разбирай, что ты там сидишь? Подмеетесь Смех Ух, это было быстрее Сейчас кто-то будет Это экшен Добавь драмы Добавь драмы Упади с лодки Добавь драмы Я говорю, Дима, все херня, сначала, Дима, бахни его веслом. А за что? Да не за что, а по голове. Все херня, начинай сначала, Миша. У меня такое ощущение, Дима, что ты какой-то хаос создаешь там. Я со стороны твоей движения непонятные. Ты падать не будешь? Да, то рука устала уже. Я хотя бы шапку надежу. Воды нет. Такая речка стоходистая. А эта ересь, она человека не выдерживает, если по ней пройтись? Человека она может и выдержать, а меня нет. Так что вообще пирожок с творогом кажется нормальным. Серега, нормально, что творожка поел, сейчас он пойдет в дело. У меня столько ощущение, что куда-то стену помешал. Серега, бери мачете, рубай гвозди. Вадим, запиши, плоскогубцы. Так мне только, она еще секатор, секатор. Секатор, плоскогубцы. Я тебе что-то еще забыл. Ну, бен запила, понятно. Что? Это ай-ай-ай, это мы просто не слышим псссссссссссссссссссс. Да, шо-шо, такого я еще не видел. Вален, там тупик, пацаны, там тупик впереди, не разгоняйтесь, а я там рубил эти сучки, а не проглазила лодка. А шо это тут за село? Обзыр, малый справа. Я возле моста не хочу спать. У тебя какое-то предубеждение против моста? Тролли. Ну тогда еще два часа гребем. И потом спим, где получится. Два часа проходят, а команда спать, все выключаются и спят в лодках. А можно, смотри, чтоб ни вашим, ни нашим, между мостом и лэпом. Вот тут хорошее место, смотрите, между мостом и лэп. Вот лэп, мост там, а тут, смотри, и дорога. Вален. Щоб на небе ти мав життя вічне и нове, на Голгофі Христос кров святую проляв. Кунный трафик, слушай, одна туда, другая назад. О, ты видишь, где они? Да. В село плывут. Это, глядь, ручеек в село течет. Лошадка распереживалась. Ах, хорошо. Удобнее, чем в таймень залазить? Музыка. 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 Сколько? Два с половиной часа мы от Обзирая сюда плывли? Музыка. 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 Музык. Музыка. Музыка. Ты не снял его? Нет. Вот тут был. И он туда перелетел. Есть. Вот это черный айс, да? Ну я думал хотя бы боровели, а оказался черный айс. Я хочу проход, проход массы. Ты в трусах? Ух ты, а что-то у него? Бьюн. Как глист. Фу. Ой бе. Я не видел такого никогда. Я тоже. А мы вот так ловили на такой вот, когда лужи такие. Ну вот как все люди. Такие большие, они до такого. Слушай, Серега, а ты спрашивал зачем тут столько лошадей? Буйня. Добрый. 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 Суслятина не пробовал. Подходит продавщица и говорит, дайте мне суслятина. Это говорит я, суслятина, Галина Константиновна. Что поймаешь что-то с ней? Наверное. Ты мне в прошлый раз обещал. Ну обещал. А сделал только манную кашу с комочками. А обещал, что не будет. Комочки это самое вкусное. Аня, а что ты там втихаря хомячишь, а? Ничего. Я видел, что ты что-то хомячишь. Ничего вам показалось. Ви назад! Как она к тебе относится? Воды снимают лебедейку, не вижу, вон идут три штукки по линии, по проводу. Ты знаешь, что ты ее до камеры заводишь, ты ее ставишь так вот на штатив и говоришь налево. Говорит, окей, гугл, направо. Сними мне красиво. Таня, ну посмотри-ка на нас. Крупный план. Крупный план. Оп, 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 оп. И на месте. Походу опять, кажется, пересаживайся. А там что, совсем печально? Ну давайте вернемся. Дима, тебе калоши дать. Песня. Да мне есть. Точно беремот. Продолжение следует... Не мой фунт получается. Здесь еще коров пасут. Я помню, когда у нас маленький был, в селе тоже такие стада пасли. Я еще пас, я коров побил. Сейчас уже нету, а тут много. Все-таки вот, видишь, прям живет село. Не все потеряно. Прям, знаешь, душа радует. А че в воду не прыгают? Я думал, что они так поскакали, думал, что сейчас в воду прыгать будут. Но вот та корова, что заблудилась, она в каянке. Она как пошла форсирует. Серега, ну повернись утра лицом что ли. Да? Ну да. А то один затылок снимаешь. А то одна спина постоянно. Скажи что-нибудь про коров. Давай мы тебя тоже снимем. И про вкусный творог. Я с себя сам могу снять. Таля, ну ты скажи что-нибудь про вкусный творог. Про вкусный творог? Творог, говорит. Творог не все. А? Вкусный? Да. У нас такого нет. Да ладно. Там можно даже до любишь, что они доезжают. Там никакое место, где можно просто пешком два километра дойти до трассы. То есть, поймать. Да, кто высокий. Да. А что это за цветочки? Ромашки, я думаю. Ромашка водная. Ух ты! А я что куплю уже? А ты чего прямо? Вот недавно его поменяли. А еще. Еще пахнет. А, сосна. А вон всеезрозалы. У них по единому проекту эту конструкцию для тарзанок строят. Она одинаковая. Да. Классный домик, по-моему. Тут зупинивка. Давайте тут встанем. Давайте выйдем посмотрим, мало ли. Заимка. Ну говори что-нибудь. Говори, что тебе тут нравится дом замечательный. Мы решили, что его поссорили комары. Ой. Ну что, Ваня, все? Дальше не едем? Раз, два, три. Давай. Давай сюда. Да таки глубоко, давай. Ну там такие, наверное. Сюда. Сюда. Ого. Нормально. Можно прыгать. Нормально. С меня рос. Да. Сюда. А я не знаю. Никогда не уедем. А зачем? Ты хочешь сюда уезжать? Я бы посидел, бы тут помедитировал. Тут комары. Так и нету тут комаров. У меня уже съедут. Вот у тебя паранойя. Они тебя еще вчера съедут. Ты бы в домике поменьше сидел, там комары живут. Да, может быть, с дороги уйдем. То есть, шесть башен – это гравирня. От реакторов отводится тепло. Поскольку тепла много, энергия. То есть, часть из нее перерабатывается в электричество, а часть необходимо отводить в атмосферу. Таким образом, это, так называемый, третий контур. То есть, остаточное тепло через эти гравирни, внутри трубопровода. Они разбрызгивают горячую воду внутри гравирни. Конденсат стекает, загорается и обратно по кругу охлаждает системное оборудование. Ну, а тепло как бы выпаривается. То есть, это необходимо, чтобы работали всевозможные насосы, теплообменники. А сколько там этих блоков в этой ревнинской АЭС? Вот слева, видишь, такая длинная труба, да, тонкая. Это, короче, вентруба первого-второго блока. Вот под ней, вот это, у них одно турбинное отделение большое. Это первый-второй блок. Они 440-овые, более старый проект. У них, получается, нет герметичной оболочки, контаймента, так называемый. Проект основан на прочно-плотных боксах. А справа, вон, два одинаковых здания. Желтая. Да, желтая. Это третий-четвертый блок. Это ВВР-1000. Вот это такое, более-менее квадратное. Это, так называемая, обстройка. В ней находится там система безопасности, оборудование. А вот то, что сверху торчит, как грибочек, видишь, это, так называемый, контаймент. То есть, это такая колба из тяжелого бетона, отлитая, армированная. Плюс еще внутри, так называемая система СПЗО, преднапряженные канаты, стальные, витые. Они вот так вот идут по диагоналям. Одни по бочке идут, одни под куполом. И вверху, ну, как бы вверху, внизу и по бокам они специальными домкратами затягиваются, в преднапряжении держатся. А зачем? А зачем? Для того, чтобы эта гермооболочка, она рассчитана на падение самолета, типа кукурузника. Ну и плюс, рассчитана на максимальный проект аварию, что все останется внутри. Ну, да, как и как.